На самом деле это проблема. Зачастую, ну понятно, людей можно понять, что они в панике и не знают. Надо четко сказать возраст, основные признаки проблемы, улицу, ближайшую улицу пересечения и свой телефон. Для чего телефон? Для того, чтобы вдруг человек быстро-быстро сказал и неправильно сказал, или бригада приехала, не может найти. Мы связываемся по телефону с вызывающим и уточняем адрес. Но я еще раз хочу сказать, что нам в основном нужно улица и пересечение, четкий адрес, желательно сейчас во многих домах код, желательно код двери в подъезде. Ну и основное, если это, предположим, автоавария, значит, автоавария или автонаезд, улица такая-то, пересекать такая-то. И свой телефон. Все. Если это, предположим, домашний, ну мы сейчас касаемся экстремальных, да, ситуаций, там, предположим, умирает, умирает возраст. Это немаловажно, потому что у нас есть детская бригада реанимационная, есть взрослая реанимационная. На повод умирает, однозначно выезжает реанимационная бригада. Конечно, они взаимозаменяемы, но лучше все-таки специалист, детский педиатр-реаниматолог, нежели взрослый реаниматолог. Ну, хотя и взаимозаменяем. И четко сказать, значит, пересечение, ближайший какой-то объект, по которому можно ориентироваться. Почему я говорю про вот этот ближайший? Потому что сегодня вот эта вот проблема большая у нас с новостройками. Ну, до анекдота доходит. Там около синего комка, где ты этот комок найдешь. Улицы не пронумерованы, улицы без названия. И вот мы крутимся, крутимся. Бывает, что вот по 2-3 часа ищем. Это реально. Скажите, пожалуйста, возможно ли вызвать скорую помощь с мобильного телефона? Да. Просто набираете 103, и вы попадаете к нам. Эти проблем нет.